Действующий запрет на вывоз мяса из Южно-Казахстанской области в Россию и страны Европы могут снять. Возможно, уже скоро регион выйдет из буферной зоны. Об этом заявили в Управлении сельского хозяйства области. В мае в Шымкент приедут представители Международного эпизоотического бюро и оценить ситуацию в сфере животноводства. В этом же месяце состоится ежегодная сессия в Париже, где будет рассмотрен мясной вопрос. Если зарубежные эксперты дадут положительную оценку, наш регион сможет расширить рынки сбыта. На сегодняшний день местные производители экспортируют в страны Центральной Азии. Мы готовы встретить зарубежных специалистов. Все документы подготовлены. Они посетят районы нашей области своими глазами, увидят сферу животноводства и дадут свою оценку. У нас каждый год на республиканском и областном уровне проводятся мероприятия по профилактике заболеваний. Это ящер, чума, дерматит, САП. Десятки видов болезней. Среди них эпизоотические мероприятия. Специалисты государственного коммунального предприятия проводят эти работы. Всего их 1685 экспертов. Они проводят вакцинацию, берут анализы животных. Все действия производятся в соответствии с графиком. Сейчас работы начались. В регионе экспортом занимаются несколько крупных кооперативов. Большая часть расположена в Сайрамском районе. Среди них товарищи с ограниченной ответственностью Каип Ата. Напомним, что предприниматели в прошлом году запустили мясокомбинат мощностью более 6 тысяч тонн мяса в год. Второй производственный кооператив – это ЕД Агроманкент. Оба предприятия отправляют мясо в Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Узбекистан. Войти в состав одного из этих кооперативов планирует и Хайрула Абдулаев. Фермер уже 10 лет занимается откормом бычков. Сегодня у него 200 голов крупного рогатого скота и 20 лошадей. Я получил государственную поддержку. Обратился к специалистам палаты предпринимателей Сайрамского района. Через микрофинансовую организацию РС взял кредит 6 миллионов под 7%. На эти деньги купил 40 голов крупного рогатого скота. Это северная борода. Они дают много мяса. Заниматься животноводством несложно. Главное – нужно правильно ухаживать, заботиться о кормах. Мы стараемся содержать животных в чистоте. На сегодняшний день предприниматели обеспечивают работой двух человек. В год его ферма производит от 40 до 70 тонн мяса. В планах у фермера – расширение. Таких, как Хайрула, в Сайрамском районе немало. Как отмечают специалисты палаты предпринимателей Сайрамского района, все больше сельчан открывают собственное дело. В Сайрамском районе около 15 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В основном люди заняты в сфере животноводства и земледелия. Напомним, на сегодняшний день размеры государственной поддержки увеличились. Можно получить кредит до 18 миллионов под 6%. Всего по информации Управления сельского хозяйства, в прошлом году Южно-Казахстанская область экспортировала порядка 7 тысяч тонн мелкого рогатого скота, 400 голов крупного рогатого скота и 200 голов лошадей на мясо. Теперь южно-казахстанским производителям остается надеяться, что область признает свободной от ящера зоны, и они смогут занять рынки России и стран Европы. Тем временем группа исследователей обнаружила, что разведение коров с экологической точки зрения наименее выгодно. Ученые разработали метрику, по которой можно сравнить затраты на разведение скота с затратами на выращивание картофеля, пшеницы и риса. Эти цифры основаны на данных Министерства сельского хозяйства США. Были учтены производственные затраты, необходимая площадь, количество воды и удобрений. Также проанализированы выбросы парниковых газов. Производство свинины, мяса птицы, яиц и молочных продуктов, как оказалось, от двух до шести раз менее эффективно, чем выращивание картофеля, пшеницы и риса. Говядина же при теперешнем состоянии сельского хозяйства использует в 28 раз больше земли, в 11 раз больше воды и в 6 раз больше удобрений, чем в среднем требуется для другого скота. Разведение крупного рогатого скота также создает в 5 раз больше выбросов парниковых газов. Исследователи надеются, что эти данные помогут потребителям сделать осознанный выбор и создать новую сельскохозяйственную систему, чтобы снизить экологические издержки на наше питание.